Подходит ли перевернутый класс для начальной школы? А что делать, если дома у учеников нет компьютера или есть, но не у всех? А если они не могут прийти на урок со своими мобильными телефонами, со своими смартфонами? Смогу ли я в этом случае перевернуть свой класс? А урок математики поддается перевороту или нет? Ведь у нас будет государственный экзамен. А математику перевернуть можно, но литература точно не получится. Это совсем другой мир. Вот эти и много других вопросов относительно перевернутого класса я слышу и на своих выступлениях где-то на конференциях или на мастер-классах, научных встречах с учителями, и также мне их задают на моей странице в фейсбуке. О чем говорят эти вопросы? Они говорят, коллеги, зачастую о том, что смысл перевернутого класса нам непонятен. Поэтому прежде чем в этом видео я перейду к определению сценария урока под названием перевернутый класс, прежде чем я объясню в чем же он заключается, что это такое, я бы хотела донести его смысл. Это очень важно, потому что если мы не понимаем, что мы переворачиваем, ради чего мы переворачиваем, зачем мы переворачиваем, то все остальное это будет механическая работа. Вот он и будет по-прежнему нас вызывать вот все те вопросы, которые я перечислила в видео, в начале видео. Итак, начну я, начну я с нескольких примеров, с нескольких примеров своих собственных, личных, так сказать, с домашней работы, которую получает мой ребенок. Итак, второй класс. Второй класс, она приходит домой с домашним заданием составить ментальную карту по какой-то теме или концептуальную карту. Какое понятие вам ближе? На эстонском языке это звучало как карта понятия, если дословно перевести. Вот нужно было составить такую карту. Что делали на уроке? На уроке учитель показывал презентацию, показывал видео по этой теме, они читали текст, а на дом нужно было составить ментальную карту. Это был первый пример. Второй пример. Второй пример. Шестой класс, недавно. Она же. Приходит домой с домашним заданием по литературе. А, кстати, тот предмет, какой был тот предмет, это было природоведение. Это было природоведение. Вот первый пример. Второй пример. Второй пример урок литературы. Домашнее задание проанализировать текст. Что делали на уроке? Читали этот текст, учитель рассказывал новую тему какую-то, возможно, что-то показывал. Домашнее задание проанализировать этот текст. Первый ее вопрос был, что есть анализ текста и каким образом его можно осуществить. И третий пример, который на протяжении, вот начиная с первого по шестой класс у нас длится, я так понимаю, что это будет еще у нас до двенадцатого класса. Это когда по таким предметам, как то же самое природоведение или обществоведение, а что еще есть и по музыке, есть рабочие тетради, ребенок дома заполняет рабочие тетради. А в этих рабочих тетрадях очень часто вопросы и задания звучат следующим образом. Вырази свое мнение, сформулируй, проанализируй, сравни, поставь в соответствие и так далее. И ребенок дома, заполняя рабочую тетрадь, должен работать с той информацией, которая имеется в учебнике, чтобы заполнить, чтобы ответить на эти вопросы. Что делается в классе? В классе учитель по этой новой теме доносит информацию до учеников. Он рассказывает эту новую информацию ученикам, он ее пересказывает, рассказывает, он показывает какие-то видео, те же самые презентации, анимации. Дома они заполняют рабочую тетрадь. Вот теперь вопрос, коллеги. Вы заметили, что из всех этих примеров это не единичные случаи, понимаете, это наша зачастую просто общая практика педагогическая. Те задания, которые ребенок должен выполнять дома, они требуют когнитивных навыков более высокого уровня, чем те задания, которые выполняются в школе. Задания в школе более легкие, чем дома. Это одна из тех причин, почему домашняя работа у учеников может оказаться невыполненной. На уроке мы объясняем новую тему, доносим материал, показываем, как решать что-то. Надо. Мы даем работу в рабочих тетрадях, работу с анализом текста, составление чего-то, создание чего-то. То есть работу более сложного когнитивного уровня. Вот перевернутый класс предполагает эти две деятельности учеников, деятельность в классе, учебная деятельность в классе, учебная деятельность дома поменять. Почему? Потому что с новой темой, вот в учебнике, прочитать этот параграф я могу и дома. Это несложно, с этим правится любой ученик. Завтра у нас новая тема, прочитайте этот параграф. А вот когда вам этот параграф станет непонятен, когда у вас возникнут вопросы, вот тогда-то вы придете в класс и начнете эти вопросы задавать мне, учителю, а я смогу на эти вопросы вам уже ответить. И смысл-то заключается именно в том, чтобы ученик-то и пришел на ваш урок с вопросом, иначе он приходит без вопроса, без запроса, просто так формально садится, мы ему передаем, он потом что-то делает, нам это обратно пересказывает, все, оценку получил. Вот суть перевернутого класса совсем иная. Посмотреть видео с учебным материалом, допустим, если это касается решения задач по математике, какая-то новая тема, или по физике, или по химии, посмотреть это 7-минутное видео я могу и дома. Я его посмотрел, а затем, когда я прихожу в класс, я в классе уже должен эту информацию применить, применить для чего-то. И вот теперь мы подходим с вами к самому главному. К самому главному. Основной фокус коллеги при перевернутом классе идет на деятельность в классе. Очень часто, когда я говорю про перевернутый класс, про вот этот вот сценарий перевернутого класса, мы зацикливаемся на домашнем задании. Ах, у них дома нет компьютера, ах, они видео не посмотрят, ой, они не сделают, и не пройдет у нас этот перевернутый класс, потому что они не сделают домашнюю работу. Вот поменьше думайте о домашней работе, коллеги. Думайте о том, что они будут делать у вас в классе. Вот весь фокус будет уже на деятельности в классе, на учебной деятельности в классе. Это здесь ключевое. Далее. Далее. У меня здесь записаны тезисы некоторые. Вот задача школы заключается не в том, чтобы дать объем знаний, чтобы донести эту информацию до ученика. Задача школы заключается в том, чтобы научить ученика учиться. Вот не новая мысль, но не реализованная. Или реализованная где-то в отдельных каких-то кружках, очишках, в отдельных школах, на отдельных уроках. Перевернутый класс позволяет эту задачу реализовать. То есть перевернутый класс учит детей учиться. Почему я называю это сценарий перевернутый класс? Я скажу честно, я встречаю, и сама когда-то тоже применяла такие слова, и как модели, технологии. Я все понимала, что что-то меня не устраивает. Еще хуже, когда я слышу, что это метод. Я не знаю почему-то, мне совсем становится нехорошо, когда я слышу это метод. Потому что метод, он что-то такое подразумевает. Знаете, манипулятивно немножко что-то. Не могу сказать, что мне это совсем лежит. Мне нравится сценарий. И относительно перевернутого класса, ровно как и относительно какого-то исследовательского обучения или игрового, я применяю слово сценарий. Потому что мы с вами, коллеги, работаем по одному педагогическому сценарию. Как правило, он достаточно распространен, об этом в другом видео. Сценарий перевернутого класса – это другой сценарий, это другие этапы урока, это другое построение урока. Урок, как вы знаете, при перевернутом классе, узнали теперь, он начинается еще до того, как наш ученик пришел на урок. Он уже знает, чем он будет заниматься на уроке. Поэтому такие моменты, как может быть целеполагание, тем, они уже отваливаются сами с собой, потому что он уже знает, какие цели. Он уже знает, что он прочитал. Он, может быть, даже себя при помощи какого-то теста проверил. И он точно понял, что раз, два, три эти пункты ему непонятны. Он не понимает, почему так. Или вопрос у него возник, или у него вообще другая точка зрения. Он с этим приходит на урок. Другое дело, другое дело, как я услышала недавно от своей коллеги, которая попробовала вот работать с ними в перевернутом классе. И на дом она давала специальную онлайн-доску для того, чтобы дети фиксировали свои и вопросы, и запросы, чтобы они хотели, честно говоря, узнать на уроке, чем они сами хотели заниматься. Так вот она поняла, что их вопросы выходят за границы того, что она сама знала. То есть ей пришлось что-то новое читать, какие-то новые видео смотреть, что-то изучать для того, чтобы понять, как тогда организовать их деятельность на уроке, чтобы их запрос был удовлетворен. Вот так что с этим мы тоже можем столкнуться, безусловно. Но в этом и есть опять-таки смысл и цель перевернутого класса. Когда ваш ребенок приходит на урок, ваш ученик с внутренним вопросом, ну мы уже не можем говорить о низкой мотивации ученика. Она у него достаточно высока в этом случае. И он будет работать для того, чтобы на этот вопрос ответить. Но сразу же хочу сказать, хотя это опять-таки тема отдельного видео, но я сразу же здесь хочу сказать коротко. Не бывает вот этих вот волшебных преобразований ни в учениках, ни в учителях, ни в уроке, ни в учебной деятельности за одну ночь. Не бывает. Это длительный процесс. Один раз надо сделать, второй раз надо сделать, третий, четвертый и так далее. Это может занять месяцы, может даже годы с каким-то классом. Правда. Поэтому это просто нужно учесть, это нужно принять и просто поменять свой стиль работы. Все. Итак, это сказала, это сказала. И в конце у меня здесь последний пункт, который я повторю еще раз. Я неоднократно его здесь упомянула. Ключевое слово перевернутого класса – это организация познавательной деятельности учащихся. Ваш ученик на уроке будет действовать. Действовать совместно, работая в парах, в группах. Они будут сами открывать для себя это знание. Они будут его конструировать. Они будут с информацией предметной, с информацией вашего предмета, они будут с ней работать. Они ее будут для чего-то использовать, задействовать. И в конце концов они будут что-то создавать. Эта информация нужно сделать. Ее не нужно заучивать, чтобы потом в этом же виде выдать учителю. С этой информацией нужно работать. Ее нужно для чего-то использовать. Она ведь для чего-то нужна. Посредством этой информации мы должны как-то свои навыки, как-то свои умения развивать и улучшать. Вот в чем смысл и суть перевернутого класса. Я надеюсь, я надеюсь, что вам стало теперь понятнее, что такое перевернутый класс. Но я подозреваю, что вопросов у вас может возникать много. Поэтому я буду очень рада, я даже настаиваю на этом, чтобы вы свои вопросы оставляли в комментариях под этому видео. Коллеги, чем больше вашей активности, ну это, мы все это знаем, чем больше вы активны, тем больше обратной связи вы получаете. Тем больше активен наш ученик, тем больше обратной связи он получает. В данном случае вы получите эту обратную связь от меня. Чем больше вопросов вы задаете, особенно если они какие-то часто повторяющиеся вопросы, тем больше для вас таких видео я буду снимать. Если это видео было для вас полезным, то обязательно ставьте лайк, задавайте вопросы смело. Я буду отвечать на ваши комментарии. Интересных вам, друзья, уроков, инновационных сценариев и удачи. Все, всего доброго!